Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять молодому поколению, детям, и подчеркнул, что образованное поколение является надежным залогом успешного будущего нашей страны. В связи с этим Комитет по архивному делу и документообороту Министерства культуры и спорта Республики Казахстан инициировал реализацию республиканского проекта «Архивы и будущие поколения», начиная с объявленного в 2022 году «Года детей». Коллектив Государственного архива Бурлинского района совместно с отделом образования района провел форум «Архивы и будущие поколения». Форум стартовал в актовом зале средней школы номер 3. На мероприятие были приглашены руководитель аппарата Акима Бурлинского района Ерик Тулебкалиев, заведующая школьным музеем общеобразовательной школы номер 2 Ганимас Акимова, директор общественного фонда РПАХТАР, потомок Жолбар Спатыра Балкамас Батырханова, педагоги детской школы искусств. Баян Мусиева, директор Государственного архива Бурлинского района, отметила, что такое мероприятие несет много пользы для школьников. Сотни ценных документов хранятся в архиве Бурлинского района. «Основная идея проекта – ежегодно 21 сентября по всей стране охватить комплексом различных мероприятий детей школьного возраста, организованных архивами. Цель проекта – используя архивные материалы, привлекать детей к исследованиям родного края и изучению истории. Задача проекта – привлечение учащихся к исследованию истории, традиций и обычаев предков, воспитание в них чувства патриотизма, любви к родине, сохранение преемственности поколения на примере трудового и воинского пути старшего поколения». Мероприятие началось с популяризации национального вида спорта – писасах. Кроме того, отмечает тот факт, что национальный инструмент – символ национальной культуры, учащиеся сыграли на национальных инструментах. Ветераны труда, трудовики, матери-героини, почетные граждане Бурлинского района и города Аксай – многократные чемпионы, внесшие значительный вклад в развитие страны, чьи документы и фотографии сохранились сегодня в районном архиве. Эти фото и документы были представлены на организованной здесь выставке, а также проведена презентация об истории и деятельности архива. На мероприятии были озвучены имена учеников и их педагогов, занимавших призовые места на конкурсах и олимпиадах. Их данные сохранены в районном архиве. Был показан документальный фильм о Жолбарс Батыре, который, согласно историческим данным, защищал наш край от нападений извне, а также выступила потомок Батыра, полком из Батырханова. Кроме того, учащиеся сыграли викторину по истории родного края. После чего были подведены итоги конкурса рисунков «Менэнкс-Юк-Тагалам-Аксай», проведенного ранее для учащихся 4-6 классов. После этого форум продолжился в Краеведческом музее, а также были возложены венки к мемориалу землякам, погибшим во время боевых действий в Афганистане, на таджико-афганской границе и ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии приняли участие 226 бурлинцев и школьников.